Пойдемте пройдем по набережной которая идет от гостиницы Украина. Пойдем тут, посмотрим как изменилась она с наступлением мая. В апреле было много что закрыто, но много что подготавливалось к открытию. Посмотрим сколько людей сейчас. Сейчас уже вечер. Начало восьмого, поэтому многие бутики уже закрыты. Мы посмотрим по кафе, что открылось. Все, теперь Саша может там. По ценам. Пойдем посмотрим. Тут будет светиться, да. Ну или возможно светилось, а сейчас не светится. Вообще любые значительные. Прибавилось даже в трамвае или в жилом комплексе, в котором мы живем, прибавилось машин и детей и людей. Где кошечка? Не знаю, не знаю, где кошечка. На улице. Вот я здесь. Она болела, я их видела. Ммм. Боялись носком. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вообще цены, мягко говоря, достаточно высокие на продукты, на овощи в основном. В овощи по цене мяса. Если при отъезде мы у нас покупали огурцы по 100 рублей килограмм, то здесь 250. Вегетарианцам быть невыгодно совсем. Ну и так погода очень переменчивая. Сегодня было 23, все загорали днем. А сейчас 18, но ветер какой-то прохладный, сильный. Вот тут мы пробовали чебуреки. Цены. Лёва с бабушкой. По цене, также как в Черноморском, мы брали, но размер меньше. Размер меньше. Экономят. Давай с бабушкой поравняемся или обгоним, а то она у нас на весь кадр. Мне кажется, вот здесь было закрыто, да? До этого. Мы проходили, было закрыто. Сейчас уже открылись. Вот тут какие-то маленькие, может не знаю что, магазинчики. Может будут какие-то. Вот их строят вон все через дорогу. А, экскурсоводы будут сидеть, ой, экскурсии продавать? Чемодан. Да, чемодан. Ну прям больше людей. Сирень уже начала распускаться. Магазинчики, которые здесь ведут к набережной. Тоже на порядок здесь все дороже, чем те, которые в городе находятся. Ну это и понятно, что здесь проходимость больше. Люди все равно будут покупать. Собаки огромные. Кофе. Кофе стал на рот больше. Последний раз, когда я была здесь 30 апреля. В некоторых ресторанах еще было пусто. Просто встречающие люди стояли, служивающие, не знаю, апостасы, как они называются, на входе. Парк аттракционов. Просто стояли, но никто не заходил. Просто так стояли. Мама не изменилась, там цена не смотрела. Сегодня мои ходили дети с бабушкой в аквариум. Мам, сколько стоило аквариум? Взрослый 600, ребенок 400, до 5 лет бесплатно. Небудь у нас бесплатно зашла. Чума. Иди на Крыму. Чума. Иди на Крыму. А вот этот разве работал? Или огоньки повесили? Как-то он изменился. Стал привлекательно выглядеть. Вилла Марио. Вилла Марио. Вилла Марио. Со вчерашнего дня. Марио. Тоже. Очень красивое такое местечко. Цена. Там есть детская площадка. Интересная. Вилла Марио. Интересная. Вилла Марио. Очень привлекательная. Вон там открылась, да? Сербия. Она была закрыта еще в целом. А, каруселька начала работать. Ну, видать, сезон с 1-го числа начался. Сербия точно не работала. Там все только подготовлено. Там все только подготовлено. не холодно тебе ли он тоже вам был закрыт и вот эта пицца динаполи тоже была закрыта я после работы попал как другой мир уходила уходила на работу было все закрыто было очень скучно ничего практически не работала сейчас я два дня отработала и тут жизнь кипит зеркальный лабиринт до 30 числа 100 100 рублей со вчерашнего дня уже 200 вижу ну ты давай заплати что-то со своей карты надо завести а это выставка картин наверное какая-то или что впереди это художник свои картины продает ой а тут и музыкант играет музыку однозначно веселее стало атмосферненько да и котята здесь не трогать только ручками просто смотреть его руки сосочкой да а мне вот этот в бокале который так руками не трогаем пойдемте вон ежика вижу пойдем ручки в рот не суем пожалуйста закрыты были косички мужик прошли ручки только в рот не суй ладно ой а там музыкант тоже играет маму веранда дюльбер это прокачки и самокат мы не катали сцены и издали прям очень ежедневно там на скрипке играли дюльбер а там тоже было закрыто где цветочек лёг пойдем тебе уже папку купал а кого банга кстати открылась она не работала они только подготавливались последний мой день когда я выходила на улицу там наверно кофе ну это когда папа приедет обычно утром мы заходим в прокопьеве сколько народу вам возьмем да там я обычно беру шинку безе мы брали но они очень сильно красятся а вон там вкус востоком ты там покупал да шурму там мы брали шурму ну такая себе две соточки стоило там не изменились цены дубай 200 да дубай мы пробуем я вижу все практически до моря дошли сейчас посмотрим на море и можно отключаться вот небо красивое днем очень много лебедей там очень мертв наверное до тех пор пока люди не купаются потом мне на лебединое озеро ого какие волны ого смотрите сколько она милой этого водорослей там вчера тоже бегала Ева дай мне ручку пожалуйста в общем то весь путь у нас занял 15 минут в общем то есть что не одного лебедя не одного лебедя конечно там зато пахнет морем водорослими на мусорье уже свиноты ну все что мы хотели да все что хотела я вам показала все что хотели мы вам показали в следующий раз пойдем наверное по другой набор я тоже запишу видео для вас спасибо кто смотрит и пока пока